В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Работа кипит. Май традиционное время начала ремонта асфальтового покрытия. Четвертый день здесь укладываем асфальтно-бетонную смесь. И я думаю, что завтра мы основные работы закончим. Гуманная и благородная профессия. Сегодня отмечается Международный день медицинской сестры. Медицинская сестра – это синоним милосердие, терпение. Поэтому в этой профессии нет случайных людей. Почти три месяца врачи Видновского перинатального центра выхаживали маленького Всеволода, который родился весом 1 килограмм. Меня привезли в Серпуховской роддом. И оттуда уже врачи перинатального центра города Видное забрали Всеволода сюда на долеживание, дохаживание. Временные трудности испытывают водители на некоторых дорогах муниципалитета. Но никто не в обиде. Май – традиционное время начала ремонта асфальтового покрытия. В настоящий момент работа кибит сразу на нескольких участках. Один из них – дорога от Каширского шоссе до деревни Калиновка. Протяженность трассы чуть более двух километров. Асфальт будет заменен на площади около 23 тысяч квадратных метров. Подготовительные работы у нас начались еще до праздников. В них входило именно фрезерование и подготовительные работы – разлив вяжущих битума перед укладкой. И, соответственно, вот мы уже с вами четвертый день здесь укладываем асфальтно-бетонную смесь. И я думаю, что завтра мы основные работы закончим. Останется только уже текущая – это подготовка обочины, укрепление обочины. Уже полностью уложен асфальт на одной стороне дороги. И в настоящий момент на участке – реверсивное движение. Подрядная организация прикладывает все усилия, чтобы работы были закончены в срок. В данный момент мы с вами видим около 15 единиц техники. Это включая самосвалы, которые подвозят асфальтно-бетонную смесь, и около 20 рабочих. Ремонт на этом участке проходит в рамках губернаторской программы «Дороги Подмосковья». Всего в Ленинском округе планируется восстановить покрытие на восьми трассах. 12 мая отмечается Международный день медицинской сестры. Эта работа сочетает в себе профессионализм и желание помогать. Как правило, случайные люди не задерживаются в этой профессии. А тех, для кого она стала призванием, расскажет Дмитрий Книга. Медицинская сестра – главный помощник врача и его правая рука во всех вопросах, касающихся лечения больных. 80% всего времени нахождения в стационаре пациенты взаимодействуют именно с медсестрами. Медицинская сестра – это синоним милосердие, терпение. Поэтому в этой профессии нет случайных людей. Только с этими качествами можно оказывать хорошую медицинскую помощь. И самое главное – это выздоровление пациентов, это наша благодарность. Медсестры Видновской районной клинической больницы постоянно повышают свою квалификацию, участвуют в мастер-классах и семинарах. Особенно стоит отметить операционных сестер. Они должны не только владеть необходимыми навыками и уметь быстро находить правильные решения во время внештатных ситуаций, но и обладать определенными человеческими качествами. Человек должен быть честным, потому что наша профессия не терпит лжи, потому что за нами стоит человеческая жизнь. Как правило, пациенты быстро идут на поправку благодаря заботе и помощи, которую им оказывают медсестры. Они проводят назначенные врачом процедуры, следят за ходом лечения и за динамикой состояния больных. Отзывы от пациентов мы получаем только положительные. Все пациенты нам благодарны, потому что у нас медицинские сестры очень внимательные, вежливые, профессиональные. Пациенты стационара благодарны медсестрам за отзывчивость и внимательность и поздравляют их с профессиональным праздником. Пожелать всего самого наилучшего за их делегкий труд, за их доброту, за их милосердие, за все это. Здоровья побольше, успехов и на работе, и дома. Всего самого наилучшего. Наш телеканал присоединяется к поздравлениям. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Мой богатырь, так называют своего новорожденного сына, Всеволода, жительница подмосковного Пущина Наталья Мартьянова. Мальчик родился недоношенным, чуть больше килограмма, но спустя три месяца, благодаря заботе врачей Видновского перинатального центра, возмужал и почти догнал своих ровесников. Сейчас уже трудно поверить в то, что этот крепенький, розовощекий малыш еще недавно весил чуть больше килограмма и был ростом всего в две ладони. Жительница подмосковного Пущина Наталья Мартьянова родила Всеволода на 26-й неделе беременности. В машине скорой помощи все и случилось. Меня привезли в Серпуховской роддом, и оттуда уже врачей перинатального центра города видно, и забрали севу сюда на долеживание, дохаживание. Первые дни бригада реаниматологов Видновского перинатального центра выхаживала маленького севу в условиях роддома в Серпухове. Таких маленьких малышей, рожденных именно в таких экстремальных условиях, непосредственно, в первые часы жизни, даже, может быть, первый день, их стараются не транспортировать, чтобы не было ухудшения состояния. Он должен быть согрет, он должен быть гемодинамически стабилен. На следующий день наша же бригада уже третий раз, когда малыша уже видели. То есть мы уже пошли вторые сутки, а ребеночек был переведен к нам. В Видновском перинатальном центре Сева провел почти три месяца. Дальнейшее выхаживание уже происходило в отделении реанимации второго этапа. Здесь у нас, в Видновском перинатальном центре. А уже потом малыш поступил к нам в отделение патологии новорожденных, где мы его в дальнейшем доращивали обращивали и готовили его к тому, чтобы он полноценно мог находиться в домашних условиях. Безумно благодарна всем вообще врачам. Мой лечащий врач, здесь уже в патологии была, Ирина Александровна, просто прекраснейший человек. Мало того, что она прекрасно заботилась о себе, она еще умудрилась как-то со мной разговаривать. Я человек эмоциональный. И она как-то все время меня успокаивала и помогала поддерживать этот боевой и такой позитивный настрой. Мам недоношенных деток в Видновском перинатальном центре поддерживают не только врачи, но и медицинские психологи. Очень важно для врачей, чтобы мама была в одной команде. А для самой мамы очень важно, чтобы она приняла эту ситуацию уже как свершившуюся. В этом как раз ей нужна помощь психолога. Сейчас Сева весит уже 2,5 килограмма и готов к выписке домой. Но через неделю малыш с мамой снова приедут в отделение Катамназа, где ребенка будут наблюдать до трех лет. Каждый год из Видновского перинатального центра выписываются более тысячи таких малышей, которых удается выходить благодаря стараниям и профессионализму медиков. Екатерина Борисова, Галина Житкова, Константин Брылов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. На стадионе «Металлург» прошел турнир «Удар в девятку». В соревнованиях приняли участие более 20 команд из школ муниципалитета. Потребнее о футбольных баталиях в сюжете Натальи Буслаевой. Ребята из Видновской школы номер 9 участвуют в футбольном турнире «Удар в девятку» впервые. Игрок команды Василий Копылов рассказывает, старались подготовиться как можно лучше. Помимо основных тренировок, занимались после уроков во дворе. Выбрали команду, постарались брать всех, кто занимается футболом, чтобы постараться выиграть, попасть в финал, постараться сыграться вместе, пасоваться и никаких финтов не применять больше в более коллективной игре. Иван Толстых, капитан команды девятой школы, признается, что футбол объединил его одноклассников. Ведь для многих ребят это любимый вид спорта. Вид спорта мне очень нравится и всем нам нравятся пацаны, да? Да. Почему мы это выбрали, я не могу точно сказать. Но нас всех заинтересовал мяч. То есть мяч с самого рождения у нас в ногах. «Удар в девятку» проходит в Ленинском городском округе уже шестой год подряд. Соревнование пользуется большой популярностью у ребят из образовательных учреждений муниципалитета. Для юных спортсменов это прекрасная возможность показать свои способности. Подарить радость детям, подарить возможность поиграть на большом футбольном поле, а родителям посмотреть на то, как дети развились уже и уже как стали профессионально играть по сравнению с тем, что было хотя бы год назад. Это во-первых. А во-вторых, конечно, приобщить детей больше к спорту, к здоровому образу жизни, чтобы они больше проводили времени на улице, а не в телефонах и в компьютерах. Юные футболисты соревновались в нескольких возрастных группах. Поле было разделено на четыре части. Каждая команда сыграла по два матча. Уровень большой, растет, ажиотаж здоровый, команд все больше и больше. Вот в том, значит, старше вообще было по 15 школ. Здесь-то поменьше. Ну, может быть, погода там или что-то такое. Вот так вообще почти все школы участвуют в нашем соревновании. Лучшими в своих возрастных категориях стали ребята из Мисайлова и Видновской школы номер два. Турнир входит в состав предварительного этапа кожаного мяча. Победители поедут на областные соревнования. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!